В Институте языкознания Институт языкознания Российской академии наук ежегодно проводит международные конференции. Они посвящены современным проблемам лингвистики и языковой политики в разных странах мира. В этом году эксперты из России и из рубежья представили научные доклады о сохранении языкового разнообразия. Организация объединенных наций ежегодно обращает внимание на проблемы сохранения языков коренных народов. Помогает разработать специальные меры поддержки исчезающих редких языков Международный комитет лингвистов. Участвует в проекте также Российская академия наук. Свои первые конференции Институт языкознания начал проводить еще в 2019 году. С тех пор на международные форумы в Москву регулярно приезжают отечественные и зарубежные специалисты. Тема новой конференции «Языковая политика и сохранение языков». Она приурочена к международной программе Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате. Конференция стартовала 11 ноября и продлится два дня. Доклад о наследии карельского языка в России представила национальный активист, организатор одного из наиболее успешных проектов по сохранению редких языков, Наталья Антонова. Она занимается исследованием народа в Карелии уже более 20 лет и создает учебные пособия для детей, а также популяризирует наследие и культуру жителей этого российского региона. Языковое гнездо открыто для взаимодействия, контактирования с носителями языка. В языковом гнезде речь не идет о частичном использовании языка, например, в кружковой деятельности. Это стопроцентное погружение в язык. Очень важно, что гнездо могут посещать дети, представляющие в нашем случае карельскую национальность, но и представители других национальностей. Поделятся своими методами и практиками по возрождению коренных языков и зарубежные специалисты. Авторское исследование представил известный лингвист Стивен Мэй из Университета Окленда, Новой Зеландии. По итогам форума были отобраны лучшие предложения по улучшению языковой политики в России. В Российском Центре науки и культуры в Риме состоялась церемония награждения лауреатов Международной Пушкинской премии. Она направлена на популяризацию русского языка и культуры в современной Италии и проходит за рубежом уже в четвертый раз. В этом году награды за вклад в киноискусство получили Андрей Кончаловский и Сергей Безруков. Российско-итальянские отношения славятся богатой и насыщенной историей. Еще в XVIII веке страны начали успешно развивать музыкальные и театральные связи. В Россию на гастроли приезжали зарубежные артисты, композиторы и деятели искусства. Италию любили также русские писатели. Гоголь прожил на полуострове почти 10 лет, владел итальянским языком и написал здесь знаменитую поэму «Мертвые души». Любого рода культурные контакты очень важны. И мне кажется, что культура во все времена, даже во времена Больших войн, всегда была тем мостом, по которому люди могут найти путь друг к другу. Культурное сотрудничество двух стран продолжается и сейчас свою поддержку представляет Ассоциация «Друзья Великой России». Она аккредитована в итальянском парламенте и объединяет все страны СНГ под девизом «Искусство, красота и традиции». Основателем этого проекта стала журналист-общественный деятель Юлия Базарова. Наша вообще цель Ассоциации – это популяризация русского языка, нашей истории о Великой России. И одно из мероприятий, это как раз-таки рассчитанное на продвижение и популяризацию русского языка и литературы, это вручение международной пустынской премии. Мы как бы укрепляем культурный мост между Россией и Италией и вручаем эту премию и россиянам, и итальянцам. Лауреатами Пушкинской премии ежегодно становятся деятели искусств, которые вносят свой вклад в распространение русской культуры в Италии. Это актеры, сценаристы, режиссеры, поэты, литераторы и переводчики. В этом году церемония награждения была посвящена 200-летию со дня рождения русского классика Федора Достоевского. Награды получили поэтесса Франческа Мария Ричи за книгу «Шаги жизни», режиссер Андрей Кончаловский за фильм «Грех», актер Сергей Безруков, скульптор Зураб Церетеля за памятник Гоголю и Николаю Чудотворцу, а также монумент «Клоун», посвященный футуристу Умберто Бачени. Андрей Сергеевич Кончаловский приехал к нам, и мы вручили персональную ему премию за фильм, который вышел два года назад в честь великого Микеланджело. Вручение Пушкинской премии прошло в торжественной обстановке под звуки гимнов двух стран, известных итальянских и русских мелодий в исполнении оркестра Государственной полиции Италии. Фонд Грибоедова представляет уникальный архив документов русского классика. Новая выставка «Дипломат и драматург» открыла ранние неизвестные грани писателя и рассказала о дипломатической миссии Александра Грибоедова в Евразии. Современники отмечали несомненный талант Грибоедова – любовь к работе, образованность, ловкость и тактичность. До сих пор волнует вопрос, с кем же Грибоедов прежде всего был. Был ли он дипломатом, был ли он драматургом или музыкантом, или, как сейчас становится, известным экономистом. Мы прежде всего отталкиваемся от его профессиональной деятельности. Прежде всего мы считаем, что Грибоедова нужно рассматривать как великого русского дипломата, внесший огромное значение в развитие дипломатической деятельности России. Фонд культурного наследия Александра Грибоедова реализует научные и историко-литературные программы, призванные сохранять память о выдающемся сыне Отечества и классика русской литературы. Одним из последних масштабных проектов стала мультимедийная выставка книг, фотоиллюстраций и документов о работе Грибоедова во время евразийской миссии. Этот проект включает в себя исследование мест пребывания, жизни и творчества Грибоедова не только в России, но и в разных странах. Это Армения, Грузия и Иран. Грибоедов — это один из основоположников дипломатического, особого дипломатического статуса в отстаивании интересов дипломатов в других странах. По мнению представителей фонда, такой научный проект способствует развитию публичной дипломатии, а также поддерживает межкультурные и образовательные отношения в странах СНГ. Фильмы о знаменитых соотечественниках и эмигрантах покажет Международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В этом году свои работы на конкурс отправили режиссеры и сценаристы из Бельгии, Сербии, Белоруссии, Финляндии и других стран. Подробнее в сюжете Полины Прокопенко. Дом русского зарубежья имени Солженицына и киностудия «Русский путь» уже в юбилейный 15-й раз представляют крупнейший фестиваль художественных и документальных фильмов, которые призваны рассказать о феномене отечественной эмиграции и изучить жизнь современных русских общин по всему миру. Поддерживают проект Министерство иностранных дел России, Министерство культуры, Правительство Москвы, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Россотрудничество и Московская городская дума. Международный фестиваль славится долгой историей. Впервые он был проведен в Москве в 2007 году. За время работы удалось представить уже более 500 кинокартин. Оказывается, что люди действительно плохо себе представляют, что за люди уехали из страны после революции, какое наследие они оставили после себя. Они ведь это наследие завещали России. И мы с вами этим должны пользоваться. Для меня это важно. Я считаю, что это должно быть важно для любого человека, который неравнодушен не просто к истории своей страны, а к родине к своей неравнодушности. В этом году гости кинопоказов познакомятся с биографией российских деятелей искусств, которые были вынуждены эмигрировать за рубеж. Это художник-аниматор Александр Алексеев, писатель Борис Зайцев, художница Зинаида Серебрякова и многие другие. Оценивают фильмы приглашенные эксперты, известные соотечественники, проживающие за рубежом, продюсеры и сценаристы. С Домом русского зарубежья я вообще давно дружу. В прошлом году состоялся здесь режиссерский дебют. Я привозил из Канады фильм, который называется «Борис Волков. Русский отец канадского балета». Он был здесь показан. К сожалению, прошлый фестиваль был в онлайн-режиме, как бы не было зрительского отклика, который бы, может быть, хотелось получить. Но руководство фестиваля, организаторы оценили его достаточно высоко, чтобы пригласить меня на следующий год, вот сегодня в качестве члена жюри, что очень приятно. Так что у этого фестиваля огромная, очень важная миссия, так сказать, стягивать вот эту мозаику русского мира. Программа фестиваля традиционно приурочена к памятным датам. 80-летие со дня рождения Сергея Довлатова, 130-летие со дня рождения актера, режиссера и педагога Михаила Чехова, а также 160-летие со дня рождения живописца и писателя Константина Коровина. Оценить конкурсную программу смогут соотечественники со всего мира. На официальном сайте кинофестиваля проходят онлайн-трансляции. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания!